Казахстан Экономическим моделям, которые, сохраняя стабильность, снижают вредное воздействие на природу. А это очень важно в условиях, когда стремительно меняется не только климат, но и социально-экономический ландшафт. Когда мы говорим о переходе к зеленой экономике, на самом деле речь идет о спасении планеты. Недавние исследования доказали, что зеленый переход может принести в 8 раз больше, чем было инвестировано. Так что это не только экологический сознательный выбор, но и разумные финансовые решения. Сейчас ПРООН в Казахстане пилотирует инновационные инструменты зеленого финансирования. Один из них – новый тип аукциона для объектов альтернативной энергетики. По сути, это документация для процесса торгов, в которой уже определены все риски, и она будет готовиться до заключения сделки. Например, такой формат позволил привлечь до 50 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций только для одной солнечной электростанции в Туркестане. Туроператоры России прогнозируют, что этим летом около 5 миллионов туристов из Российской Федерации отправятся на отдых за рубеж. Это число превышает показатель прошлого года более чем на 40%. Главным пунктом назначения для отпускников остается Турция, куда хотят уехать более 2-3 туристов. Средняя продолжительность отдыха – там 10 ночей, а средняя стоимость туры на двоих примерно 200-270 тысяч рублей. Туроператоры также отмечают повышенный спрос к Японии, Корее, Катару, Азербайджану и Казахстану. К 1 сентября будет построено 100 новых школ. Об этом на совместном заседании парламентской фракции АТА «Журт Кыргызстан» и депутатской группы «Макинчил», сообщил председатель Кабинета Министров Акалбек Жапаров. Народные депутаты заслушали отчет Кабинета Министров о входе реализации национальной программы развития до 2026 года, утвержденной указом президента. Глава Кабина отметил, что идет возведение 204 учебных заведений. Из них 100 построят к новому учебному году. В ближайшие два года возведут здания всех школ, находящихся в аварийном состоянии. По утвержденному перечню объектов, финансируемых по статье «Капитальные вложения» из республиканского бюджета на 2023 год на 464 объекта предусмотрено 2 миллиарда 100 миллионов сомов. На сегодняшний день открыто финансирование на 1 миллиард 8 миллионов сомов. Если разделить это по отраслям, то будет построено 200 школ, 49 детских садов, 14 объектов здравоохранения, 9 объектов культуры, 22 спорткомплекса и так далее. Они будут строиться в этом году, также будут переходящие на следующий год. Через онлайн форматы все строительные подрядные организации, они качественно работают или нет. Какие процедуры, какие процессы происходят, на основании этого мы через онлайн контролируем. Кроме этого, наша организация, архитектурно-строительный контроль департамента, все строящие объекты, которые 100 объектов у нас на контроле. Получается, не то, чтобы просто построить, а чтобы все подрядные организации качественно построили. На аэродроме в Болгарии готовят к испытаниям новаторский беспилотник Black Swan. От успеха тестирования зависит, получится ли совершить переворот в транспортной отрасли. Он работает на бензине, способен пролететь 2500 километров. На борту помещается груз весом до 350 килограммов. При этом беспилотник выделяет на 60% меньше вредных газов, чем подобный транспорт. Цель проекта – предоставить торговым компаниям надежные логистические услуги. Болгарская компания надеется запустить коммерческие рейсы к концу этого года. Компания еще предстоит создать парк грузовых беспилотников, наладить их техническое обслуживание и решить множество других вопросов. Проект финансирует инвесторы из 12 стран. Они вложили в него уже 40 миллионов долларов. Средство тоже предоставил Европейский совет по инновациям. «Это уникальный проект. Примечательно то, что этот самолет работает на бензине, а он доступен везде. Они выбрали наиболее стандартную и широко используемую конструкцию самолета, а их бизнес-модель ориентирована на средний сегмент. Мы пытаемся сделать перевозки дешевле, быстрее и экологичнее, чтобы люди могли торговать друг с другом по всему миру». Турция переживает серьезные потрясения в борьбе с инфляцией. Ее национальная валюта упала до исторического минимума. За последний год лира потеряла 33%, отмечает Блумберг. Президент Раджип Тайп Эрдоган известен как сторонник неортодоксального взгляда на денежно-кредитную политику и выступает за снижение ставок для борьбы с инфляцией. Подобный эксперимент с монетарной политикой и привел к резкому обесцениванию лиры, усугубив ситуацию с инфляцией в стране. Тревожное настроение наблюдается и в ежегодном прогнозе о мировой экономике Всемирного банка. Субтитры создавал DimaTorzok